Всем привет! Это видео-часть большого курса по погружению веб-3. Сегодня мы обсуждаем экосистему Космос. Это будет самая первая вводная лекция по космосу, самая обширная. И, в общем, постараемся охватить как можно больше моментов из экосистемы, обсудить больше проектов и сравнить с другими цепочками, и, в общем, поговорить про преимущества, недостатки и текущие проблемы. Спикер у нас сегодня Денис Фадеев. Денис, привет! Всем привет! Расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд. Немножко представься, кем ты работаешь сейчас, где и чем занимаешься, в общем, почему мы тебя позвали. Да, конечно, спасибо, что пригласили. Я присоединился к экосистеме Космос, точнее, начал работать в экосистеме Космос примерно три года назад. Присоединился к компании Tendermint и до последнего времени работал VP-продукта в Tendermint. Я написал первую версию и ввел разработку проекта Ignite CLI. То, что меня привлекло к экосистеме Космос, Космос – это философия, которая находится, скажем так, в основе этого проекта. То есть Космос, если очень коротко, то Космос – это о сети из взаимодействующих друг с другом блокчейнов. Этим Космос отличается от других экосистем. То есть в Космосе каждое приложение может находиться на самостоятельном блокчейне со своим набором валидаторов. Также могут быть блокчейны, на которых работают смарт-контракты. То есть топология сети Космос, ее не было в дизайне. То есть это что-то, что развивается самостоятельно, и пользователи, разработчики, валидаторы со временем находят правильную форму вот этой сети. Ну, неправильную, скажем так. Эта сеть развивается так, как хотят, чтобы она развивалась, ее участники. В отличие от такой системы, есть система, где, как Polkadot, например, где есть Relation в центре и парчейны вокруг. То есть вместо того, чтобы… То есть если представить Космос, это будет граф, где узлы графа соединены. Они могут быть соединены все со всеми, могут быть соединены в виде колеса, где в центре, скажем, один узел, и он соединяя всех остальных. В случае с Polkadot, это узел в центре, и он соединен со всеми парачейнами. То есть взаимодействие… Я не эксперт в Polkadot, поэтому… Но взаимодействие между парачейнами происходит через Relation. Тогда как в космосе взаимодействие между блокчейнами может происходить через хаб, а может происходить напрямую. Другие блокчейны, такие как Ethereum, NIR, многие другие, они… Есть основной блокчейн и есть разные механизмы его масштабирования. Потому что, естественно, на одном блокчейне блокчейн – это база данных, условно говоря, ну, точнее, в основе блокчейна в любом случае есть база данных, и бесконечно масштабировать ее невозможно. Точно так же невозможно, чтобы все сайты интернета хранились на одной какой-то базе данных. То есть нужно эту систему масштабировать, и Ethereum скорее масштабируется рекурсивно. То есть есть Layer 2, но я сейчас не буду уходить в это. Это отдельный разговор, просто в общих чертах, чем космос отличается. То есть, если, например, зайти на сайт Map of Zones, там можно графически увидеть космос. Мне кажется, это наиболее понятное представление, что каждый блокчейн – это кружок, и он может быть соединен с любым количеством других кружков, линиями. И вот эти линии – это как раз есть IBC-соединение. IBC – это протокол, по которому блокчейны в космосе соединяются. То есть, на мой взгляд, я не буду сравнивать в терминах что лучше, что хуже, потому что есть разные юзкейсы. То есть, например, если есть цель создать деньги для всех жителей планеты, это одна задача, и для нее, наверное, есть одни инструменты. Если есть задача, чтобы как можно больше независимых приложений были перенесены на блокчейн, это другие инструменты, и космос подходит как раз ко второму. Потому что каждое приложение может иметь свой блокчейн со всеми вытекающими преимуществами и недостатками. Да, интересно услышать про элементы, из которых состоит экосистема космос. То есть, мы уже слышали, что это движок Tendermint, EICI, EBC и хабы, зоны. Можешь рассказать, что это такое, и как они все соотносятся внутри экосистемы? Да, конечно. То есть, космос состоит из… Если, например, человек, команда решает разработать блокчейн для своего приложения, они будут использовать три основные… основные не приложения, а, скажем так, уровня… Есть три уровня в стеке. На самом низком уровне это Tendermint Core, который отвечает за нетворкинг, за хранение данных. Как раз в Tendermint есть понятие валидатор и Voting Power валидатор, который может рассчитываться каким угодно образом. Tendermint Core написан на языке Go. Это достаточно низкоуровневая система. Можно думать об этом как сервер. То есть, если проводить параллели с традиционными приложениями, то Tendermint Core – это будет как веб-сервер. Ну, естественно, это условно очень параллель, но, тем не менее, да, то есть это что-то более низкого уровня. Сами приложения, то есть сам блокчейн. Например, у вас есть идея NFT-маркетплейса. То есть для этого NFT-маркетплейса вы пишете свой блокчейн. Вы берете Tendermint Core, его не изменяете в том виде, в котором он есть, просто используете его как готовую систему. И используете Cosmos SDK для того, чтобы написать собственную блокчейн. То есть логика блокчейна, код для того, чтобы обрабатывать создание NFT, их передачу, редактирование – это все будет написано на языке Go с помощью Cosmos SDK. Tendermint Core общается, точнее, приложение, написанное на Cosmos SDK, общается с Tendermint Core по протоколу ABCI. Это протокол, который… Это не протокол взаимодействия между блокчейнами, а протокол общения самого блокчейна с Tendermint Core. Тот факт, что Tendermint Core и Cosmos SDK разделены, позволяет писать в теории приложения на любом языке. И использует Tendermint Core не только для блокчейн-приложений. То есть есть много примеров, когда компании использовали Tendermint Core, но не использовали Cosmos SDK. Например, Polygon использует Tendermint, но они не используют SDK, у них есть своя разработка для этого. Также Tendermint можно, например, использовать для масштабирования Ethereum. То есть если это какие-то Layer 2 решения, они тоже могут быть построены на Tendermint, но никакого отношения к космосу могут не иметь. После того, как блокчейн был написан на Cosmos SDK, его можно запустить по умолчанию. Этот блокчейн должен иметь свой набор валидаторов. То есть там может быть 20 валидаторов, может быть 200, может 1000. И затем, когда он запущен, он может общаться с другими блокчейнами по протоколу IBC. IBC – это в первую очередь спецификация, то есть это документ. На самом деле статья, кстати, ее достаточно интересно читать, то есть она написана на относительно доступном языке. И IBC – это спецификация, но и также реализация на Go, как модуль Cosmos SDK. То есть Cosmos SDK – это модульный фреймворк. Каждый функционал блокчейна реализован в виде отдельного модуля. То есть можно эти модули отключать, можно добавлять новые. И IBC – это также модуль в Cosmos SDK, по умолчанию он включен. То есть если вы запустите блокчейн, то блокчейн по умолчанию может общаться с другими блокчейнами. Что значит общаться? Это в первую очередь передавать ценности. Если опять же проводить параллель с традиционными веб-приложениями, то это делать запросы, чтобы одно веб-приложение делало запросы к другому приложению. Мы знаем, что у нас есть L2, мосты и много разных кросс-чейн-решений, но Cosmos пошел дальше и создал целый такой хаб, то есть IBC – такой узел, который связывают другие блокчейны. Насколько это отличается от других решений? Что в этом новаторского? И зачем нужно было это создавать, если можно использовать другие кросс-чейн-решения? IBC интересен тем, что он позволяет соединять блокчейны гораздо проще, если они написаны с использованием Cosmos SDK, например. То есть все блокчейны в космосе по умолчанию умеют передавать ценность друг другу. Но самое главное – это то, что в его дизайне не нужно доверять никаким промежуточным участникам в сети. То есть это блокчейн общается почти напрямую с другим блокчейном. То есть между ними нет никаких entities, никаких организаций, никаких участников, которым нужно доверять при передаче ценности. То есть мосты… На самом деле грань очень размытая между такими протоколами, как IBC, и мостами. И то, и другое предназначено для передачи ценности. Но, как правило, мосты – это… Какие они бывают? Они бывают централизованные, то есть когда это просто условно сервер, который обрабатывает передачу, и их делать проще всего. Потому что для того, чтобы это создать, не нужно соединять блокчейны напрямую. Есть какой-то сервер, который умеет общаться с разными блокчейнами, и в каком-то смысле биржи можно рассматривать как мосты, они соединяют разные блокчейны. Есть мосты, которые… Мультисиг мосты, которые соединяют блокчейны напрямую, но когда ценность передается между блокчейнами через мультисиг мосты, нужно доверять тому, что вот эта вот система с мультисигом, она не будет взломана. Было много примеров, когда такие мосты взламывали. То есть все равно это trusted соединение. В случае с ABC доверять не нужно, потому что архитектура с точки зрения пользователя, ну или скажем так, с технической стороны, она достаточно простая, если сильно не углубляться. Есть два блокчейна. В блокчейне хранится состояние, условно назовем блокчейн А и блокчейн Б. У блокчейна А может храниться состояние блокчейна Б, точнее хэш-состояние, не все состояние, хэш-состояние. И когда пользователь блокчейна А хочет отправить, например, токены, хотя это не единственное применение протокола ABC, что происходит, это токены на блокчейне А, происходит лог этих токенов, то есть пользователь перестает иметь возможность их передавать, они передаются, условно говоря, в распоряжение блокчейна, создается исходящий пакет с информацией о том, сколько токенов должно быть передано, и этот пакет встает в очередь. Между двумя блокчейнами есть такие программы, называемые рилейерами. Рилейерам доверять не нужно, они просто выполняют функцию передачи байтов с одного блокчейна на другой, потому что с другим блокчейном общаться не может, потому что это недетерминистическая операция. Поэтому функцию транспорта выполняют эти рилейеры. Рилейеров может быть любое количество, ими оперировать может любой человек. Все, что они делают, это они берут пакет, ну, они делают на самом деле больше, но для простоты вот этого объяснения, фактически, что они делают, они берут пакет, физически его отправляют на другой блокчейн, как только другой блокчейн принимает этот пакет, он обратно отправляет окно лучшем. То есть подтверждение, что эта информация была принята, и на блокчейне B выпускаются ваучеры токенов A. То есть то, что на самом деле происходит, это не столько передача самих токенов, сколько лог оригинальных токенов, выпуск ваучеров. Для пользователя разницы никакой нет, потому что эти ваучеры имеют соотношение один к одному к тем токенам, которые были залочены, условно говоря. Чтобы вернуть оригинальные токены, действие происходит обратно, то есть ваучеры передаются с блокчейна B на блокчейн A, в блокчейне B они сжигаются, а на блокчейне A токены разлачиваются. То есть в такой системе единственное, чему нужно доверять, это валидаторам того и другого блокчейна. То есть, естественно, если токены можно передавать по цепочке, то это не обязательно напрямую от одного к другому, это может быть с первого на второй, на третий блокчейн. И если, например, второй блокчейн выйдет из строя, условно говоря, то вернуть обратно не получится. То есть нужно возвращать именно тем же путем, которым они были перед. Но, как правило, на практике так токены передаются очень редко, потому что чем больше путь, который проделал токен, тем сложнее его вернуть, тем хрупче вот эта вся система, и необходимости, как правило, у пользователей нет. Отправлять его слишком далеко, потому что блокчейны могут соединяться напрямую друг с другом. То есть, если мне нужно передать токены с блокчейна Osmosis, например, на Crescent, мне не обязательно отправлять токены с Osmosis на Cosmos Hub, потом на Crescent, я могу это сделать напрямую. Главное, чтобы были релэеры между этими блокчейнами. Ну и тут, наверное, сразу же возникает вопрос, а зачем оперировать вот эти релэеры. То есть, если валидаторы, они получают вознаграждение, которое позволяет оперировать валидаторами этот бизнес, да, и компенсировать расходы, которые валидаторы несут. В случае с релэерами до недавнего времени релэеры оперировались на волонтерской основе, то есть, как правило, это делали валидаторы. Это необходимый механизм для того, чтобы IBC работал без релэеров. IBC не будет работать, поэтому в интересах блокчейна было поддерживать эти релэеры, релэеры, в интересах валидаторов тоже, потому что чем больше блокчейна соединены, тем больше транзакций, тем больше активности, тем живее вся сеть блокчейна. Но в новой версии Cosmos SDK это немного уже такие более технические детали, но тем не менее это влияет и на пользователей, и на всех других участников сети. В новой версии Cosmos SDK будет добавлен Transaction Tips, то есть, вместе с каждой транзакцией можно отправить, скажем, чаевые релэеру, то есть, какой-то небольшой платеж релэеру, и релэеры смогут выбирать те транзакции, которые они хотят передавать. Что, естественно, превратит механизм работы релэеров в волонтерской основе на какие-то более рыночные механизмы, то есть, пользователи смогут помимо Network Fee, который идет к блокчейну, с которого они отправляют токены, они смогут указать Fee, который пойдет релэеру. Ну, естественно, кошельки, все эти технические детали должны экстрагировать от пользователей, и просто это позволит релэерам существовать тоже как валидаторам в виде бизнеса. Также интересно, что такое зоны в Cosmos Hub, и как, где именно расположены блокчейны, как они там взаимодействуют, сколько их сейчас, ну, и про зоны. Зоны в экосистеме Cosmos – это блокчейны, то есть в космосе и зоны, и хабы – это все блокчейны. Просто изначально, когда Cosmos только проектировался, было предположение, что топология сети будет выглядеть как колесо, то есть по модели колеса, да, hub and spub, то есть есть хаб, да, и есть соединение от него. То есть, если, например, 100 блокчейнов, они хотят соединиться все друг с другом, то это получится очень большое количество соединений. На все эти соединения должны, на всех этих соединениях должны работать филэеры. Это очень неэффективно. А если между этими стаблокчейнами есть один, словно говоря, центральный, то все могут соединиться с ним и передавать будет токены проще. Но это до сих пор не произошло, то есть система не эволюционировала в такую архитектуру, и это одно из преимуществ Cosmos, что можно создать систему и посмотреть, к чему она придет. То есть какая конструкция у системы выйдет в итоге. То есть на данный момент возникают хабы, но не обязательно ими пользоваться, то есть не обязательно отправлять токены через них, потому что, на самом деле, когда сеть достаточно маленькая, блокчейны могут соединяться друг с другом. То есть в данный момент, на самом деле, сказать, сколько блокчейнов в экосистеме космоса достаточно сложно, потому что могут блокчейны существовать, о которых мы даже, например, не знаем, или в каком-то тестовом режиме находятся. Насколько я знаю, порядка 50 блокчейнов сейчас есть, которые соединены друг с другом и активно передают данные. Естественно, если считать тестнетами, то их будет плотнее и даже больше. То есть в данный момент, опять же, если открыть карту всего космоса, можно увидеть, что есть центральные блокчейны, центральные в кавычках, потому что никакого технического отличия у них нет. Это просто блокчейны, которыми люди пользуются больше и с которых отправляют токи на другие блокчейны больше. То есть они со временем, некоторые блокчейны могут превратиться в хабы, потому что через них проходит большая часть трафика ABC. Можешь рассказать, пожалуйста, больше про систему валидации и про то, что нужно сделать, чтобы стать валидатором сети космоса? Я думаю, этот вопрос лучше задавать валидаторам, то есть тем, кто профессионально оперирует валидаторы, чтобы стать валидатором на любом из блокчейнов в космосе. Да, опять же, нет валидатора космоса, потому что космос – это сеть блокчейнов. Можно быть валидатором одного или нескольких блокчейнов в космосе. Чтобы это сделать, ну, сделать это достаточно просто. Нужно взять исходный код блокчейна, собрать ноду. Это просто один… То есть проект блокчейна космос – это исходный код на Go. Его можно скачать, скомпилировать, получить бинарный файл. Бинарный файл – это фактически сам блокчейн. Запустить его локально. То есть для того, чтобы запустить локально копию блокчейна, нужно два компонента. Это бинарный файл с него блокчейна. То есть в случае, например, с космос хабом, тут проще, наверное, на примере, в случае с космос хабом – это проект Gaia. Если взять, склонировать этот проект и собрать исходный код, будет бинарный файл Gaia.d. И для того, чтобы запустить локальную версию космос хаба, нужно еще Genesis файл. То есть это эксперт состояние блокчейна, когда он в последний раз обновлялся. То есть от этих двух компонентов, пожалуй, трех, потому что еще нужен список нод, с которыми нужно соединиться. То есть из этой информации, если запустить бинарный файл с кормительным Genesis файл, то будет локально запущенная версия блокчейна. И для того, чтобы стать валидатором, нужно отправить транзакцию, делегировать себе токены. И чтобы войти в активный сет, нужно, чтобы делегированных токенов было больше, чем у последнего валидатора в активном сете. Сейчас у космос хаба 150 или 175, но это варьируется от блокчейна к блокчейну. Это меняется динамически решением governance. То есть в каждом блокчейне по умолчанию есть модуль governance, который позволяет всем участникам сети голосовать, в том числе за количество, например, валидаторов в активном сете. То есть единственное, что нужно, это запустить локальную ноду, вправить транзакцию и привлечь достаточно токенов в виде делегирования, чтобы войти в активный сет. И тогда пропорционально loading power будет, ваш валидатор может быть выбран проползером следующего блока. Нет ли тут опасности, что валидаторы могут захватить власть на сете, потому что у космоса возможность такая проблема, что первые 10 валидаторов, они обладают почти 50% мощности сети. Я знаю, там первые 7%, и дальше они так складываются, и получается, что довольно-таки опасная ситуация. Насколько это влияет на безопасность космоса? Разумеется, ничего хорошего в централизации власти и в руках небольшого количества валидаторов нет. То есть это ситуация, которую нужно разрешать путем продвижения идеи делегирования валидатором, которая находится не в десятке, условно говоря. То есть нужно, чтобы пользователи понимали пользу делегирования валидатором, которые ответственно относятся к валидированию сети, то есть они держат свои ноды онлайн, не пропускают блоки, голосуют в системе управления блокчейнами, то есть через governance принимают решения и делают вклад в развитие сети. То есть очень часто валидаторы – это не просто команда, которая поддерживает сервер, но это также разработчики, которые помогают развивать космос SDK, контрминты, другие части системы, пишут документацию, записывают видео, ну то есть по-разному делают вклад в развитие системы. Поэтому сделать, то есть разрешить проблему того, что власть сконцентрирована в руках небольшого количества валидаторов другим способом, наверное, можно, то есть можно переписать космос SDK, чтобы предотвратить такую систему, но если мы хотим Permissionless Proof-of-State блокчейн таким образом, каким он сейчас работает, то есть это в руках пользователей решить, какой блокчейн они хотят видеть. То есть если все пользователи диригируют валидатору, который находится на первом месте, то, естественно, они получат блокчейн, который централизирован, и ценность такого блокчейна снижается, потому что если мы возьмем крайний случай, все делегируют одному валидатору, это просто получается база данных, никакого интереса в этом нет. То есть эта система будет очень хрупкая и будет очень легко взломать, и никому это не нужно, то есть чем больше. Но опять же в то же время другая крайность, когда делегируют валидаторам, которые, скажем так, не вносят вклад, и они находятся где-то совершенно на дне, это тоже не очень хорошо, потому что своими делегированными токенами пользователи фактически голосуют за тех участников сети, которые действуют в интересах сети. Можешь подробнее рассказать про этот governance? Как именно пользователи выбирают валидаторы? Какие там есть критерии? Как они голосуют? С помощью governance пользователи не выбирают валидатора, они принимают решение об управлении блокчейном. То есть с помощью governance можно, любой пользователь может внести предложение, например, это могут быть как текстовые предложения, они имеют свободную формулу, они ни к чему не приводят, кроме того, что люди выясняют согласно или не согласны с какими-то утверждениями или с каким-то документами. Другой вариант это может быть plan proposal, то есть передать определенное количество токенов из комьюнити пула, то есть это специальный пул, который есть в блокчейне, который содержит токены, которые можно с помощью governance передать на какие-то цели, например, на разработку такого-нибудь модуля или на маркетинг, или еще на что-то. Также есть proposal, которые меняют параметры, то есть у каждого модуля, Cosmos SDK это модульный фреймворк, и у каждого модуля могут быть параметры. Например, это может быть инфляция, точнее эмиссия, если быть точнее эмиссия токенов, ежегодная эмиссия токенов. Это может быть, сколько стоит сделать предложение governance, потому что когда создается governance, proposal вносится в депозит, это тоже можно менять с помощью governance. Количество валидаторов в активном сете, то есть любой параметр, который разработчики решили вынести, в течение любое значение, которое разработчики решили вынести в параметры, можно изменять на лету, скажем так, когда блокчейн работает путем голосования. А делегирование, выбор при делегировании происходит не через governance, а просто через транзакцию делегирования. То есть пользователь сам выбирает, кому он хочет. Естественно, редко кто это делает через командную строку, открывают интерфейс, нажимают делегировать, выбирают валидатор. По правилу, у каждого валидатора написано, на каком месте они находятся, какой voting power у них, то есть какая сила голоса есть у этого валидатора, какая комиссия. и пользователь принимает решение, это один из тех параметров, которые пользователь может принять во внимание, но и также пользователь принимает во внимание не количественные, а качественные характеристики валидатора. Можете рассказать про токеномику проекта, как работает Atom на темный токен, где он используется и про его свойства? Ну, Atom – это, во-первых, один из первых токенов в экосистеме Космос, потому что когда Космос появился с блокчейна Космос Хаб еще до того, как ABC стал использоваться в продакшене, и Atom был это единственным токеном, он на тот момент не имел полезности, кроме того, что он был, во-первых, первым токеном, это был стейтинг токен Космос Хаба, его можно было отправлять от одного пользователя к другому, но, пожалуй, на этом полезность Atom ограничилась. После запуска ABC появилось много других блокчейнов, которые соединяются с Космос Хабом, у каждого из этих блокчейнов есть свои токены, это может быть один, может быть несколько, то есть, условно, например, у Juno нативный токен один, один, у Осмосиса несколько токенов, у Космос Хаба данный момент Atom. В зависимости от того, какие модули стоят на блокчейне, это влияет на полезность токенов, то есть на Космос Хабе в данный момент только стандартные модули, которые реализуют Proof of Stake, позволяют передавать токены от пользователя к пользователю, позволяют отправлять токены на другие блокчейны, позволяют голосовать через governance, но большего национала на Космос Хабе нет. Это со временем будет меняться, потому что изначально цель была создать систему, которая работает, а сейчас мы видим, что после того, как эта цель была достигнута, будут добавлять функционал Космос Хабу, то есть в следующем, насколько я помню, в следующем обновлении или в обновлении через один будет добавлен Interchain Staking или Interchain Security, много названий у одного и того же функционала, это фактически позволит Космос Хабу делиться своими валидаторами с другими блокчейнами, которые только запускаются. Это добавит полезности атому, потому что те, кто делегирует атом, смогут получать фи как в Атоме, так и в токенах блокчейнов, которые запускаются на Shared Security Космос Хаба. В данный момент этот модуль находится в разработке, но потом как он запустится, что это позволит? Это позволит командам, которые разрабатывают блокчейн, не заниматься поиском валидаторов, а использовать валидаторы Космос Хаба. Я так понимаю, что Космос Хаб ABC, он практически очень сильно масштабируется, может поддерживать большое количество блокчейнов. Так ли это? Да, ABC используется как для соединения блокчейнов, так и фактически как механизм масштабирования сети, потому что если, например, такие системы, системы, которые созданы вокруг одного центрального блокчейна, которые только делятся своей безопасностью с другими, это единственный механизм масштабирования, они ограничены двумя стами, может быть, тремя стами блокчейнов, потому что иначе система начнет работать медленнее с увеличением количества блокчейнов, которые присоединяются к этому. ABC, Космос и ABC не ограничивают количество блокчейнов, это может быть 50, как сейчас, это может быть 50 тысяч, разницы никакой нет, потому что у каждого блокчейна есть свои валидаторы, и по протоколу ABC блокчейны могут соединяться друг с другом. То есть это может быть как одна сеть, так и, возможно, это будет даже несколько сетей, которые соединены друг с другом. То есть то, к чему, какой конфигурации приведет развитие сети, мы не знаем. В данный момент практически все блокчейны соединены практически со всеми, что реально, когда их всего 50, когда их будет 50 тысяч, неизвестно, какая именно конфигурация будет. Ты еще упомянул такой термин, как shared staking. Можешь рассказать подробнее, как это происходит в позе блокчейна Космоса? Да, последнее название этого interchange security, насколько я знаю, то есть, ну, смысл от этого не меняется. У блокчейнов есть валидаторы, допустим, их, кто в данный момент у Космос Хаба, их 175. То есть эти валидаторы могут валидировать как Космос Хаб, так и смогут валидировать как Космос Хаб, так и другие блокчейны, которые хотят тот же валидатор сет. То есть, как это происходит на практике? Например, команда разработала блокчейн, и они знают, что они хотят тех валидаторов Космос Хаба. В первой версии interchange security будет или всех, или все, или не один валидатор. То есть нужно выбрать, или ваш блокчейн будет валидироваться всеми валидаторами Космос Хаба, или вы сами будете искать валидатор. Что происходит? То есть будет новый тип governance proposal проголосовать за то, чтобы Космос Хаб, ну или другой блокчейн, у которого будет interchange security, чтобы Космос Хаб будет валидировать блокчейн X. Если это пропозал пройдет, то в технические детали углубляться не будем, но фактически этот блокчейн X будет запускаться с Genesis файл, в котором будет информация о валидаторах Космос Хаба. То есть он будет запускаться не с нуля, а уже со всеми валидаторами, и по протоколу ABC информация с этого блокчейна X будет передаваться на Космос Хаб. То есть какие валидаторы подписывали блоки на этом блокчейне, если они не подписывали блоки, то их будут штрафовать, если они подписывали блоки, то, естественно, они будут вознаграждаться, как все валидаторы. То есть интересная особенность этой системы в том, что на Космос Хабе есть валидаторы, которые не голосуют. То есть если они не проголосуют за валидацию, ну, по крайней мере, это то, как сейчас работает внутри чайна Security, может быть, это изменится, но если валидатор не проголосовал, а все остальные проголосовали, то они все равно обязаны будут валидировать на этом новом блокчейне X. Если они не настроят свою ноду для этого и не будут это делать, то, соответственно, они будут, то есть их будут слышать, что интересно, потому что некоторые крупные валидаторы просто настроили валидацию Космос Хаба, словно говоря, забыли о ней, но с Interchain Security им придется придется валидировать другие блокчейны, если большинство проголосует за это, или их будет ждать последствия, или этот механизм как-то будет доработан, но я не думаю, потому что весь смысл валидирования на блокчейнах это то, что нужно реагировать на какие-то изменения, участвовать в governance, если блокчейн обновляется, то нужно скачивать это обновление, потому что иначе, ну то есть это не то, что можно настроить ноду и забыть про нее на год, это так делают валидаторы, которые неответственно относятся к тому, что они делают, соответственно, они рано или поздно должны выбыть из активного сета, и люди должны перестать им делегировать. Интересно поговорить про инструменты для разработчиков, что, например, такое косм-васм, и как им пользоваться, в чем его особенности? В космосе есть разные инструменты разработчиков. На протяжении двух лет я взял разработку Ignite CLI, изначально он назывался StarPort, это инструмент, который позволяет разработчикам очень просто и быстро создавать блокчейн, и добавлять к ним функционал, запускать блокчейн локально, имеет рилейер, встроенный для того, чтобы соединять блокчейны, по крайней мере, в тестовом режиме. У нас большая библиотека материалов для разработчиков, обучающих материалов. Почему я начал именно с этого? Потому что это, скажем так, первый инструмент, это то, для чего космос был, скажем так, создан, потому что философия космоса это application-specific блокчейн, то есть блокчейны, созданные под конкретное приложение, где основным инструментом разработчика является Cosmos SDK, это библиотека, и Ignite для того, чтобы упростить разработку на космос SDK. Но, естественно, это не единственная модель, то есть это инструменты для создания независимых блокчейнов, но на космос SDK были разработаны модули, которые позволяют писать смарт-контракты. Один из таких модулей является Cosmos то есть фактически это один модуль, написанный на космос SDK, который включает в себя виртуальную машину WebAssembly, и на языке Rust можно писать смарт-контракты. У смарт-контрактов на Cosmos или на любой другой системе, которая будет в будущем разработана, есть преимущества и недостатки, то есть то, как я это себе представляю с помощью Cosmos SDK Go и Ignite можно писать блокчейны, если проводить параллели, то это как браузер, то есть с помощью этих инструментов можно написать свой браузер или какое-то другое десктопное приложение, не знаю, Slack, Figma, что угодно. Смарт-контракты это как язык для скриптинга, то есть в случае с браузером это как JavaScript, то есть можно написать свой браузер и он будет работать совершенно по любым правилам, которые вы хотите, как, например, написали Brave и добавили в него функционал с токенами, то есть написать это на JavaScript, на JavaScript можно написать все, но лучший инструмент для этого был взять браузер и модифицировать это более низкоуровневое программирование, которое позволяет гибко настроить любой аспект работы вашего блокчейна, но в то же время есть естественно место для скриптинга, то есть где пользователи сами могут писать смарт-контракты и загружать их на блокчейн, например, на Juno Permissioned Smart Contracts, то есть любой человек может отправить на Smosis, сколько я знаю сейчас Permissioned Smart Contracts, то есть есть плейт-лист, в котором только те контракты можно загружать. Есть блокчейны, в которых нет поддержки смарт-контрактов не потому, что они ленились добавить модуль просто потому, что они посчитали, что это не нужно. То есть для некоторых приложений механизм скриптинга не нужен. Опять же пример, то есть есть Chrome, где есть JavaScript для скриптинга, есть Slack, где такого языка пользователям по крайней мере недоступна, тем не менее это не мешает программе выполнять все свои функции. То же самое и с блокчейнами. То есть например на блокчейне Crescent нет поддержки CosmBasm, потому что не на все блокчейны можно добавлять Smart Contracts. Есть также модуль EVM, который сейчас запущен на блокчейне EBMOS. Он позволяет писать контракты на Solidity. То есть EVMOS это фактически один из старейших проектов в космосе. Просто очень долгое время над ним работали разные команды. Изначально назывался Ethermint, как EVM на Tendermint. Но в этом году он запустился и можно писать контракты на Solidity. То есть фактически есть три разных инструмента, как писать децентрализованное приложение в космосе. Можно создать собственный блокчейн с помощью Ignite и Cosmos SDK. Можно написать смарт-контракт на RASTE и запустить на блокчейне, который поддерживает Cosmo Asom. Или можно использовать Solidity и все остальные инструменты, которые существуют для EVM блокчейнов и запустить свой написать свой DAP Solidity и запустить на блокчейне как EVM Как защищены смарт-контакты к Cosmo базам? Есть у них какой-то специфический механизм защиты? Мы видим сейчас очень много что на Interchain Crosschain структуры очень много нападений. Интересно узнать какие специфические штуки используются в космосе для защиты смарт-контрактов от эксплотов и взломов. Да, в случае с Cosmo OASM если контракт был написан правильно был проведен аудит я давно не писал контракт на Cosmo OASM не эксперт в этом но тут проблема скорее больше даже не с механизмами которые существуют для разработчиков в космосе сколько с тем что блокчейн который написан на Cosmos SDK у него функционал под конкретное приложение то есть например Crescent можно посмотреть какой функционал реализован и до тех пор пока блокчейн не обновится до следующей версии это именно тот функционал поэтому когда человек добавляет Crescent например в свой кошелек типа Kepler он знает конкретно что этот блокчейн может или не может делать то есть эта проблема на самом деле не только техническая но и UX проблема когда когда смарт-контракты запускаются например на Juno и пользователь добавляет смарт-контракт при этом он не знает исходный код и он вынужден как бы доверять разработчику этого смарт-контракта что вызывает тоже определенные проблемы да потому что пользователи не знают какие смарт-контракты надо какие не надо добавлять то есть вот уязвимости большая часть уязвимости наверное связана скорее с этим с тем что когда блокчейн создан под конкретное приложение скажем так attack surface area то есть поверхность на которую может быть произведена атака она гораздо меньше и время между обновлениями оно тоже может занимать несколько месяцев то есть люди успевают за это время прочитать код убедиться что там нет никаких ошибок и механизм не позволит одному пользователю отправить токены в обход системе в случае с смарт-контрактами это это немного сложнее но преимущество этого то что любой человек может написать и поэкспериментировать с какой-то идеей то есть пока то как разрабатываются централизованное приложение то есть сообщество разработчиков все еще пытается выяснить какой путь разработки наиболее оптимальный то есть один из вариантов это одна из идей это то что приложения будут в основном писаться в начале как смарт-контракты запускаться на платформах типа Juno для того что потому что это проще не нужно находить валидаторов не нужно то есть proof of concept можно написать как смарт-контракт запустить его посмотреть как пользователи что пользователи будут с ним делать добиться определенного там не знаю объема денежных средств которые залучены в этом контракте и затем через какое-то время перейти уже на более высокий уровень скажем так и переписать свой смарт-контракт на Cosmos SDK запустить собственный блокчейн это позволит этому приложению масштабироваться больше потому что не придется делить пространство с другими смарт-контрактами можно будет настроить свой блокчейн более гибко соответственно полезность токену этого смарт-контракта полезность токена этого смарт-контракта увеличится потому что он также будет использован для таких вещей как стейкинг как governance и в общем-то это один из путей скажем развития для развития приложений начинают как смарт-контракты и затем прогрессивно переходит уже как самостоятельный блокчейн Какие интересные штуки делали разработчики на Cosmos SDK потому что мы знаем что есть такие звездные проекты как Juno, Terra, Osmo а что еще есть интересного кроме Dex и каких-то ну какие есть DApps интересные в космосе Приложений в космосе достаточно много есть которые направлены на конечных пользователей например NFT проект Stargaze есть проекты которые более инфраструктурные например Acage то есть это система для тех кто не знаком с Acage это система через которую можно получать compute то есть вычислительные ресурсы оплачивать их токенами и запускать свои традиционные веб-панель приложения или ноды для других блокчейнов через систему Acage то есть они помогают соединить Acage фактически это marketplace с одной стороны это компании у которых есть избыток этих вычислительных мощностей которые они готовы продать и с другой стороны это разработчики команды которые хотят запустить свои проекты и сделать это дешевле чем если бы они это запускали например на AWS есть stable коины например e-money в основном большая часть других проектов конечно связана или с финансовыми инструментами в основном DEX или с соединением одних блокчейнов с другими просто потому что токены это скажем так кровеносная система блокчейнов и в первую очередь необходимо сделать так чтобы пользователи могли легко эти токены передавать чтобы они были ликвидны чтобы можно было обмениваться потому что если бы была запущена система блокчейнов и не было бы DEX то пользователям было бы очень сложно в ней ориентироваться они бы просто держали свои токены и не могли бы их обменивать и это была очень такая ограниченная система есть инструменты для разработчиков такие как Oracle BankChain например есть система разрабатывают системы для логистики насколько я знаю BitKan этим занимается да есть системы которые позволяют насколько я помню создавать лояльность клубы лояльности может быть они уже у них другая уже идея то есть приложений достаточно много опять же проще всего зайти на на карту всех блокчейнов заходить на их сайт и смотреть что они предлагают BitSong интересный проект насколько я помню для лицензирования музыки то есть это что-то типа как SoundCloud только на блокчейн честно говоря я не пользовался BitSong но просто интересно что существуют проекты которые не только завязаны на финансовой сфере но конечно очень много чего не реализовано и это тоже на самом деле круто потому что для тех разработчиков команд которые хотят сделать свой блокчейн очень много свободных ниш которые можно занять разработав свой блокчейн слушай я тут подумала очень интересно особенно про токены кровеносная система проектов очень хорошо сказано я тут подумала про космос что вот я слышала про Tendermint Core и обычно все говорят что это византийская отказоустойчивая система вот а в чем вообще могут быть еще уязвимости Tendermint и как вообще обеспечивается безопасность вот Proof of Stake на Tendermint риски Tendermint точнее не риски а уязвимости связаны в первую очередь как мы уже обсуждали неравномерным распределением делегированных токенов что может позволить одному валидатору фактически принимать решение что совершенно неправильно также связаны сложности с координацией валидаторов то есть например если валидаторы вначале договорились что цена на газ будет нулевой то есть все транзакции будут для пользователей бесплатными это с одной стороны очень удобно потому что пользователям не приходится платить с другой стороны это может привести к тому что блокчейн могут легко заспамить то есть отправить большое количество транзакций что придет потому что блокчейн не будет принимать другие транзакции или если он неправильно написан то он может остановиться если произойдет какая-то ошибка то есть у осмосес например в начале цена на газ была ноль но со временем они ее подняли то есть если валидаторы например ставят цену ноль то это подвергает блокчейн риску естественно неуязвимости скажем так а риски могут быть связаны с процессом обновления потому что если блокчейн добавляются модули которые не были проверены это может привести к установке блокчейна мы уже видели такие примеры поэтому например на космос хабе происходит голосование по поводу того нужно ли добавлять какие-то модули есть две школы мысли скажем так то есть то что космос хаб должен оставаться минималистичным и выполнять только какие-то функции которые другие блокчейны не могут ну не то что не могут космос хаб это точно такой же блокчейн поэтому все что может делать космос хаб может делать любой другой блокчейн но или это то есть школа мысли минималистичного космос хаба или космос хаба который должен включать все подряд и смарт-контракты и интерчейн security и все что угодно то есть какой правильный ответ сказать сложно потому что это зависит от того насколько вы консервативны насколько вы хотите видеть атом или скажем так устойчивым и безопасным или чтобы он имел больше больше ценности можешь сказать пожалуйста два слова как раз про эту византийскую атаку и как тендермент ее отражает почему он отказа устойчивым тендермент core позволяет сети находиться онлайн и продолжать произойти блоки до тех пор пока одна треть валидаторов не пока больше одной трети валидаторов не ведет себя против интересов системы на самом деле любое объяснение сложно достаточно объяснить принципы работы на интермент core не вдаваясь технические подробности я думаю что самый простой способ это все-таки начать чтение документации что такое интермент там описано достаточно подробно поэтому если очень поверхностно то принципиально важно чтобы была децентрализация валидаторов и риск появляется когда у одного валидатора больше одной трети или когда валидаторы вступают в сговор так как валидаторы могут быть анонимными это не обязательно что это должен быть один валидатор это может быть их несколько но они вступили в сговор то есть чем больше валидаторов чем более плоское распределение тем сложнее им вступить в сговор не могу не спросить про коллапс недавний стейблкойн отеры как это отражается на всей экосистеме космоса и что у них сейчас новый стейблкойн не произойдет ли с ним точно такого же коллапс коллапс терра на самом деле показал насколько космос устойчив даже в такой ситуации когда один из наиболее популярных блокчейнов в сети в течение считанных дней market cap то есть ценности у блокчейна резко упала при этом естественно благодаря архитектуре космоса это не повлияло на устойчивость других блокчейнов потому что блокчейны независимы они соединены через протокол ABC поэтому токены терры например которые находились на осмосе или на кресленд они конечно то есть UST резко упала в цене но при этом это никак не повлияло на функционирование других блокчейнов то есть что мы видели когда это происходило это то что ценность UST резко падала люди обменивали UST на какие-то другие токены так как тех у кого UST были в пулах не смогли их вывести конечно они просто наблюдали за падением цены этого актива но это то что происходит когда активы падают в цене то есть это нерегулированный рынок естественно если цена падает то ничего с этим поделать нельзя но при этом ни один другой блокчейн от этого не пострадал и это наоборот показывает еще это показывает то что с каким количеством трафика тендерный корр может справляться потому что произошел коллапс токена терры но сам блокчейн продолжал функционировать так как он написан на интернет коре на космос SDK это просто лишний раз доказывается даже в таких экстремальных сценариях которых кстати до этого никогда не было можно рассматривать это своего рода эксперимент стресс-тест в продакшене в котором люди потеряли миллиарды долларов но тем не менее сам блокчейн продолжал работать до момента когда валидаторы решили его остановить да круто что космос выдержал это потому что хайп был большой интересно уже осталось совсем немного вопросов вам один из них вот как стать разработчиком блокчейна в космосе что для этого нужно для того чтобы стать разработчиком в космосе есть несколько путей в зависимости от того откуда вы начинаете если у вас уже есть если у вас уже есть даб написанный например на солидите то наверное самый короткий путь будет мигрировать его на если вы только начинаете у вас есть какая-то идея небольшая с которой вы хотите поэкспериментировать и вы не писали еще на солидите то есть вам не принципиально использовать конкретный язык то смарт-контракты на раз это наверное самый простой путь потому что ну в отличие от каких-то других популярных блокчейнов фи блокчейнах в космосе достаточно низкие то есть можно написать смарт-контракт запустить его получить первых пользователей поэкспериментировать с этой системой плюс это все будет написано на языке RAS достаточно интересный хотя и сложный язык после того как вы сделаете свой proof of concept можно реализовать свое приложение на Go и на Cosmos SDK можно пропустить этап написания смарт-контракта на RAS и перейти напрямую на написание своего блокчейна на Cosmos SDK в этом случае приложение Ignite очень сильно поможет потому что с помощью одной команды вы получите весь блокчейн и с помощью еще нескольких команд вы сможете создать скелет своего приложения дописать логику у нас много обучающих материалов которые от Hello World до до DEX позволят вам разобраться как писать блокчейн на Cosmos SDK и затем запустить его то есть информации очень много на tutorialscosmos.network есть очень большой курс который описывает все этапы создания блокчейна на примере шахмат то есть в результате у вас будет шахмат чейн на docs.ignite.com много примеров сделать name service и DEX есть пример создания блокчейна который соединен через ABC то есть эта часть тоже освещена то есть на самом деле инструментов очень много качество этих инструментов ну у меня предвзятое отношение но мне кажется что оно на очень высоком уровне и то что в результате у вас получится это что-то что возможно в других экосистемах получить достаточно сложно это полностью независимое приложение которое работает как самостоятельный блокчейн и ваше сообщество сможет самостоятельно решить сколько вам нужно валидаторов как вы хотите развивать блокчейн и это пожалуй уникальный путь который на других экосистемах добиться таких же результатов намного сложнее спасибо еще интересно узнать про то куда же движется космос куда он расширяется какой родмап у проекта что планируется у космоса как у проекта единственного такого unified родмапа быть не может потому что это это сеть из блокчейнов это инструменты разработчиков это сообщество это документация это все подряд да то есть координировать это все невозможно над этим работает большое количество разных компаний и космос разрастается практически во все стороны да то есть появляются новые блокчейны масштабируем не масштабируется он развивается как в плане функциональности то есть с каждым месяцем появляется все больше и больше какого-то функционала и с помощью протокола ABC это все соединяется и вы если блокчейн запускается вам ничего не нужно как пользователь или делать он по умолчанию будет работать уже с тем кошельком который у вас установлен и просто со временем функционал этой сети увеличивается так и улучшаются инструменты разработчиков то есть очень активно продолжается разработка фреймворка Cosmos SDK да то есть в 46 версии появится много новых функционалов для разработчиков так что да Cosmos с момента запуска ABC в космосе очень много произошло изменений фактически из одного блокчейна чуть более чем за год стало 50 и можно воспринимать эту сеть фактически как такой не 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 один блокчейн но как сеть настолько простую для пользователя в переходе с одного блокчейна на другой что это какой-то один блокчейн но он бесконечно масштабируем благодаря его архитектуре и чем дальше чем больше будет появляться пользовательских приложений в последнее время мы видим что больше кошельков начинает появляться и что кошелек тоже рано и поздно будет заменено чем-то другим потому что на самом деле не столько кошельки сколько пользовательские интерфейсы для всей сети космоса спасибо у меня все по вопросам Надя ну да вопросов больше нет в общем-то ты все осветил что мы хотели по поводу разработчиков правильно я понимаю что это ну ты бы рекомендовал это Rust Solidity Go или может быть что-то еще или может быть ну как бы шире есть стэк и возможности ну к этим эти три языка на самом деле основные то есть основной бы я сказал Go потому что на нем написано как на Mintcore Cosmos SDK и на нем же проще всего писать новые блокчейны да если выбрать только один язык для экосистемы я бы сказал это Go затем Rust потому что нативные смарт-контракты написаны именно на нем Solidity потому что есть такие проекты как Devmos куда портировать свой даб написан на Solidity намного проще чем переписывать его также если добавить четвертый язык к этому к этому набору это будет скорее всего TypeScript потому что с помощью него пишутся пользовательские приложения естественно можно пользовательские приложения писать с помощью чего угодно но самые популярные пользовательские приложения живут на вебе или как расширение браузера если необходимо держать ключи пользователей но естественно если есть очень большое желание написать проект на любом другом языке это можно сделать потому что Tendermint Core Tendermint неважно на каком языке написан блокчейн до тех пор пока ваше приложение умеет общаться с протоколами ABCI с Tendermint Core можно хоть на Lisp и хоть на Haskell написать но естественно объем вложений времени в это будет экспоненциально возрастать если отклоняться от Go то есть на Go находятся все библиотеки все обучающие материалы и смысл писать на чем-то кроме Go есть только в том случае если вы хотите написать что-то совершенно непохожее но если это блокчейн если это децентрализованное приложение я бы рекомендовал Go в первую очередь все спасибо большое надеюсь мы не сильно тебя утомили вопросами спасибо